Гетмовис Фиксики, большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Глобус Раз, два, три Опять не смог Я же говорил Если глобус быстро крутится На нем не удержаться А я удержусь Дай-ка мне вот ту нитку Теперь не сбросишь Рути Ну Вот Приветчик Притяжение Земли изучаете? А при чем тут Земля? Ну глобус, это же модель Земли Ты чего, Симка? Глобус круглый А по Земле мы ногами ходим Земля тоже шар Только очень-очень большой Не верю Если бы Земля была круглая То люди бы с нее падали Как я с глобуса Просто Земля всех притягивает Как это? Планета Земля, на которой мы живем Это огромный шар Земля вращается вокруг Солнца А Луна вращается вокруг Земли Вы спросите, почему они не разлетаются? Потому что все тела в мире притягиваются друг к другу И к Земле притягивается все, что на ней есть Люди, камни, воздух, вода Благодаря земному притяжению Мы не улетаем с Земли А можем ходить по ней ногами А почему я к глобусу не притягиваюсь, как к Земле? Потому что он легкий Земля больше и тяжелее глобуса В миллионы миллиардов раз Мы по сравнению с ней в пылинке Смотри, вот пылинка Она с глобуса не падает Упадет! Если глобус покрутить Так ведь и Земля крутится Что? Опять не верю Мы бы с нее точно свалились А почему тогда бывает то день, то ночь, по-твоему? Ну, потому что Солнце то вверх, то вниз Смотри, вот Солнце, а вы на Земле Нолик, у тебя светло? Светло! Значит, у тебя ночь А у меня день Так, вертим Землю Ура! У меня день наступил! А у меня ночь О, опять снегнело! А у меня снова день Ладно, убедили! Теперь верю, что Земля вертится Земля Земной шар, как волчок, все время крутится вокруг своей оси, поворачиваясь к Солнцу, то одним боком, то другим Мы вертимся вместе с Землей А туда, где солнечных лучей в это время меньше, приходит зима Вот почему зима и лето бывают каждый год Нолик, Нолик, ты где? Где, где? Где, где? Караганде И теперь меня глобус притягивает Давай крути Ты же опять упадешь Крути, говорю! Можешь его так же наклонить! Кот! А ты говоришь, что нельзя на глобусе удержаться! Странно Нолик, иди-ка сюда Зачем? Ну иди, иди Не хочу! Ты не можешь! Дим Димыч, посмотри-ка! Понятно, он тебя на жвачку приклеил Ну что, Дим Димыч, пойдем Ага Ай-я, не бросайте меня! Помогите! Помогите! Поможем! Надо же! А у жвачки притяжение даже сильнее, чем у земли Узлы Нолик! По правому бороду пираты! Батарея! Огонь! Эй! Вы же в меня попали! И вообще Мне надоело ветер изображать Где мои пираты? Ух ты! Можно я с вами? А что ты умеешь? Все! Саблей махать! Ура! Кричать! А морские узлы вязать умеешь? Ха! И еще спрашиваешь? Тогда привяжи наше сокровище И покрепче! Вперед! На абордаж! Я мигом! И так сойдет! Ура! Привязал! А с Борей справитесь? Справимся! Ай! 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 Хорошо сокровище! Утанули! Это же... Это же мамины бусы! Я все соберу! Нет уж, Фаер, мы сами! Тоже мне, моряк! Иди учись узлы вязать! Попробуйте связать две веревки! Думаете просто? Неправильный узел обязательно разряжется! Смотрите, как надо! Перекрещиваем два конца! Теперь перекрещиваем еще раз! Но не так! А в другую сторону! Видите? Получилась петля в петле! Этот узел называется прямой! Он не развяжется, потому что правильный! Хороший моряк знает много правильных узлов! О! Так! Получилось! На чем бы еще потренироваться? Вот еще одна! И вот! Стало девятнадцать, а было двадцать! Я все сокровища пересчитывала! Где же последняя? Порядок! Что бы еще завязать? То, что надо! Я даже помню, какая она! Красная такая, яркая! Вот! Мама сразу заметит, что ее нет! Может, может еще там поискать? Ай! Нашел? Кто связал мне шнурки? Это я для тренировки! И что ты еще связал для тренировки? Да, много чего! Ну, пошли! Развязывать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кусачка, не смотри так, я боюсь. Это она на свои усы смотрит. Ты что с усами сделал? Связал. Прямым узлом. Ну ты, Фаер, балда. Признавайся, что еще натворил. Еще я ее украшения на хвост привязал. Так вот где эта бусина, а мы обыскались. Фаер, немедленно все исправь. Кусачка, не убегай. Не бойся, мы только узлы развяжем. Моряки придумали много разных узлов. Без них с парусами не справиться. На суше без узлов тоже не обойтись. Альпинисты, забирая из горы, страхуют себя крепко связанными веревками. Рыбаки узлами привязывают леску к крючке. В походе без узла даже палатку не поставишь. Узелки делают на нитках, когда шьют одежду. И врачи, зашивая рану, обязательно делают узел. Галстук держится на шее при помощи узла. И кеды не сваливаются, а шнурки не волочатся по земле, если они завязаны правильным узлом. Правда, иногда получаются случайные узлы. Вот их как раз нужно уметь не завязывать, а развязывать. Все на борт! Вот так. Осталось только узел завязать. Можно я? Они развяжутся? Что вы! Я теперь вяжу узлы, как настоящий моряк! Рюкзак Все, уроки готовы! Пошли играть! Дим Димыч, разве так рюкзак собирают? Ну да, а что? Ты же теперь ничего там не найдешь. Найду! Да, ну вот найди линейку. Вот! А ластик? Сейчас, сейчас! Да где же? Не получается. Какая жалость! Да это рюкзак такой дурацкий! Рюкзак не виноват. Если аккуратно сложить, все само найдется. Это из помогатора все само в руки падает. Точно! Вот что мне нужно! Помогатор! Помогаторы бывают только у фиксиков. И у меня будет! Я сделаю! Ха! Не сможешь! Сможет! Я ему помогу! Ну-ну! Рюкзак – это мешок с лямками для плеч. Его придумали для того, чтобы переносить тяжести на длинные расстояния и чтобы освободить руки. Рюкзак помогает держать осанку и не сутуется, ведь вся нагрузка переходит на мышцы спины и позвоночник. А сколько важных вещей можно уместить в рюкзаке, особенно когда в нем полно карманов, и тогда все сложено аккуратно. Сначала рюкзаки были тяжелыми и неудобными. Их сделали из дерева и кожи. Такие мешки носили древние охотники. Потом появились рюкзаки из брезента у путешественников и военных. А сейчас рюкзаки стали такие легкие, что по плечу даже дветям. Испытания первого в мире человеческого помогатора начинаются! Я готов! Достать из рюкзака, ой, то есть из помогатора, ластик! Есть! Опа! Ух ты! Достать ручку! Есть! Опа! Хм! Хм! По техническим причинам объявляется перерыв! Испытание первое! Я знаю, я знаю, начинайте! Достать ластик! Угу! Ну, допустим! Достать ручку! Ого! Живейка! Ха-ха-ха! Угу! Угу помогатор! Ха-ха! Класс! Испытание первого в мире человеческого... А где, Норик? Придет позже! Испытание... Проехали! Давай сразу к делу! Начинай! Ластик! Это мы уже видим! Ручка! А линейку? Линейка! Барабанная троп! Хм! Не может быть... Ну-ка-ну-ка! Все ясно! А достань-ка... Учебник! Учебник! Ку-ку, а учебник слабо? Нет, учебник это тяжело Да, изобретатели Ваше изобретение нужно доработать И я знаю как Как? Научиться складывать вещи в рюкзак Аккуратно Аккуратно, долго и скучно А сейчас будет весело С утра собрался в школу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там всякие приколы Поместятся внутри Поместятся, поместятся Поместятся внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто, брат, подешь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдешь Идешь гулять по лесу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там гриль любого леса Поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдешь Без рюкзака, без рюкзака Лом! И здесь все в порядке Ну, хоть бы что-то сломалось Уже неделю ничего серьезного Не переживай Вещи всегда и везде ломаются Почему же они в этой квартире не ломаются? Потому что мы за ними ухаживаем Нет, Мася Скучно без дела Надо отсюда переезжать Когда фиксик заканчивает учебу Он выбирает место работы Кто-то идет работать на завод Кто-то на корабль Кто-то в театр А кто-то в больницу Фиксики нужны везде Семейные фиксики, у которых есть дети Выбирают места поспокойнее Они обычно селятся в жилых домах Здесь не так шумно, как на заводе Но тоже полно дел Нужно следить за телевизорами Компьютерами Пылесосами и телефонами Утюгами и стиральными машинами И фиксики стараются вовсю Они просто обожают свою работу А если работы становится мало Фиксики переезжают в другое место Туда, где их помощь нужнее Малик, ты слышал? Я не хочу переезжать Папус, подумай о детях У них тут школа, друзья Не нужны им такие друзья Где-то слыхано, чтобы фиксики Дружились с человеческим мальчиком Все Если до вечера ничего не сломается Меняем квартиру Это как же? Дим Димыч вернется к бабушке А нас уже нет? Возьми себя в руки Я больше никогда его не увижу Малик, есть идея Какая? Если до вечера что-нибудь сломается Переезда не будет А если не сломается? Сломается Мы поможем Симка, ты гений А как будем ломать? С помощью лома Лом очень простой инструмент Это тяжелый железный пруд Концы которого заточены или расплющены Лом годится, когда нужно разбить асфальт Или расколоть лед Его используют как рычаг, чтобы выкачивать тень Или сдвинуть камень А если на плоском конце лома есть выемка То им удобно выдергивать гвозди В общем, как говорится Против лома нет приема А у нас есть лом? У нас есть помогата А в нем есть все Класс! В приборах, механизмах Работа есть для нас Ведь техника капризна За нею глаз да глаз И в полдень, и в полночь Всегда нас сторожат Мы экстренная помощь Которая лучше Не зевай Давай, давай Работаем Мы сразу здесь Не зевай Давай, давай Работаем Мы сразу здесь А можно теперь я? Держим Маме! Ты что делаешь? Хочу разбить лампу Не надо Почему? Во-первых, все должно выглядеть, как будто само сломалось Понял? А во-вторых Надо ломать так, чтобы можно было починить Тут что-то нужно починить? Или мне послышало? Папус, мы тут обнаружили, что телевизор не работает В самом деле? Да! И на клавиатуре кнопка западает Правда? Правда? И еще часы уходят Ого! Мася! А жизнь-то налаживается! Будем чинить? А как же? Лыжи? Фиксики! Топатки наше силы Работа нашей страсть На тело закрутило Без дела нам пропасть И в ближайшие приборы Как на береганке Мелькают наши скорые цветные огоньки Раз, два, три! И мы внутри Чтобы ценить И подчинись Не зеба Давай-давай Работа есть Мы сразу здесь Ух, жаркий выдался денек Как будто нарочно кто-то все сломал Оно само, само сломалось? Да, в этой квартире еще полно работы Не будем переезжать Мне здесь нравится И мне, и мне И мне тут тоже нравится Зеркало Привет, Дим Димыч Что это у вас зеркало? Уже целую неделю в коридоре стоит Да его папа все никак повесить не соберется А оно не упадет? Пока, видишь, не упало Ну как, Нолик, похож я на Человека-паука Нет, ни кабельки не похож Человек-паук может по стенам лазить Можно подумать, ты можешь Могу Дай-ка мне свою жвачку Скидал, как в кино Ну и дальше что? А дальше Лобка Перед вами Единственный в мире фиксик-паук Эй, оп! А-а-а, млади меня! Мамлю! Зеркало! Ой! Когда-то люди могли увидеть свое отражение только в воде Первые зеркала появились примерно пять тысяч лет назад Их делали из серебра или бронзи Говорят, при помощи таких зеркал греческий ученый Архимед сжег однажды целый неприятельский флот И все же человек смог хорошо разглядеть свое отражение лишь когда появились стеклянные зеркала В них мы смотримся и по сей день Но, конечно, зеркала нужны не только для этого Они используются в телескопах, чтобы собирать свет далеких звезд Их вставляют в прожекторы и автомобильные фары Чтобы ярче светили Зеркала нужны повсюду Фуф! Вроде не разбилось Давай его обратно поставим Ой, Тим Димыш, я в зеркале не отражаюсь Не может быть, это только вампиры в зеркалах не отражаются И привидения Но меня там нет Может, ты стал привидением? Не хочу быть привидением Что вы тут шумите? Опять что-нибудь натворили? Симка, мы в человеков-пауков играли И я... я превратился в привидение Да, глупости Нет никаких привидений Ой, тебя тоже в зеркале не видно Симка, ты тоже привидение Ерунда Ой, а вот и я Здрасте А почему меня там не было? Наверное, там зеркало поцарапалось Дим Димыч, поверни-ка его Я же говорила Тут повреждено зеркальное покрытие Зеркало – это не просто стекло Обычное стекло пропускает свет А зеркало его отражает Чтобы сделать из стекла зеркало На его обратную сторону Наносят специальное серебристое покрытие В котором все отражается Сверху серебристый слой защищает краски Но все же с зеркалом нужно обращаться осторожно Оно легко может поцарапаться или даже разбиться А это зеркало можно починить? Попробуем Хорошо, что у тебя помогатор с собой Специально взяла, когда услышала ваши вопли И серебристое покрытие в нем есть Помогаторе все есть Готово! Папа идет Дим Димыч, что тут у тебя? Зеркало Ах, да Сегодня обязательно повешу Нет, не сегодня Завтра Окно Привет А вот и мы Что делаешь? Окно мою А разве его не та штука моет? Угадал Это робот-мойщик окон Вот взяла у соседки попробовать Надо и нам такой купить Зачем? У нас уже есть один хобот Робот Будет два Тот пол мыть, а этот окна Да я сам могу мыть окна Но это опасная работа Да чего тут опасного? Прямо сейчас возьму и помою А вместо робота купим что-нибудь полезное Хотя бы скейтборд Дим Димычу У меня же есть один Будет два Класс! Ага Ну хорошо В твоем кабинете как раз окно грязное Посмотрим, как ты справишься В два счета А робот пока плиткой займется Окно Это не просто дырка в стене Ведь чем больше окон Тем больше света и уюта будет в доме Современные окна Делают из нескольких слоев стекла Между которыми оставляют место для воздуха Воздух задерживает тепло И не выпускает его наружу А знаете как определить Сколько слоев стекла в вашем окне? Посветите на него фонариком Сколько в нем отражений Столько и слоев Вот это техника! Давай поближе посмотрим А ты правда купишь мне скейт? Конечно Только сначала победим Ну робот Держись! Дим Димыч Папа сам справится У нас тут высоко А вот робот Высоты не боится Начнем отсюда Так ты и до утра не вымоешь Ну признай, что робот лучше Нет уж Мы еще поборемся А что он делает? Непонятно Мам! Мам! Там робот такую грязь развел Не может быть Вот! Шутник Ах так! Так как ты это делаешь? А вот так Ты еще и разговариваешь? А ты хулиганишь Фиксики? Это вы мне мешали? Это ты ему мешал А мы защищали Мне просто папа Новый скейт обещал За подлость! Эх! Тебе что, не стыдно? Стыдно То-то же Запомни им Мы технику в обиду не дадим Жилища самых древних людей Были вообще без бок Разве что вверху Было отверстие Для выхода дыма от костра Позже В стенах стали делать прорези Но они были такие узенькие Что свет все равно Не попадал в дом Тогда окна Стали делать побольше Их закрывали шкурами животных Тканью, бумагой Деревянными досками Спасались от холода и ветра Когда научились добывать Полезные ископаемые В проем стали вставлять Тонкие пластины Из минерала Который называется Слюда А вот окна со стеклами Мог себе позволить Только очень богатый хозяин Это сейчас такими окнами Никого не удивишь Вроде все А с другой стороны Нет Я сдаюсь Может это уже твой робот Домоет Не сомневайся Да и правда Отличный прибор А защитник у него Еще лучше Это точно Парашют Пасуй, Гик Вообще-то я Фрид Разве вас отличишь? Ну да Нолик Мы опаздываем Ой У нас же урок Про парашюты А вы знаете Что мы с Гиком Лучшие в фиксе парашютисты? Не может быть Мы и вас прыгать научим Нам некогда Да мы разок прыгнем Зато в школу придете готовенькие Симка Давай на минуточку Интересно же И вы все знаете о парашютах? Ага Парашют похож на большой зомби В собранном виде Он умещается за спиной А в полете Разворачивается При помощи специального механизма Прочная ткань Иновидно раскрывается Как купол Воздух мешает ему спускаться быстро Так что даже большой человек Может не бояться упасть Но парашютный спорт Это все равно не шутки Тут нужна специальная подготовка Сноровка И экипировка Вот Надевайте За качество Вручаемся Помогатор-то сними Симка Да никуда он не денется Ладно Разочек Главное Вовремя дернуть за это кольцо Ну Поехали Ура Класс Это еще что Ну как Лучше чем в школе Мы опоздали Бежим Ну теперь-то куда спешить Сейчас будет самое интересное Страшно Страшно Круто Вы с ума сошли Разобьемся Разобьемся Помогатор Опа Эй Крыгайте И несите Помогатор Да раскроются Прыгать Нет же Это они такую фигуру делать будут? Ага Круто Помогатор Сюда Сюда? Нет Я больше не полезу Чего не понимают Помогай А-а-а! А-а-а! Торгай за кольцо! Заклинило! О, щечки! А-а-а! Запасно! Эффектно! Эффектно? Да мы из-за вас чуть не разбились! Что здесь происходит? Дедов, мы просто... В школу прогуливаете? Да-а-а! Оригинально! Чья работа? О-о-о! Здравствуйте! Здрасте! Это наш парашют! А это наши друзья! Только наоборот! Блеснецы? Прекрасно! В какой же школе вас этому научили? Мы дома учимся! Ага! Учиться чему-то новому можно не только в школе! Многие человеческие дети по всему миру занимаются дома! И физики тоже! Везде свои плюсы и минусы! В классе, например, учеников много! Могут и не спросить! Дома же, когда учишься один на один, нужно всегда быть готовым на отлично! А как же одноклассники, спросите вы? Ведь вместе веселее! Хе-хе-хе! Когда я был спорником, то иногда очень любил ненадолго от всех спрятаться и в тишине поломать голову над какой-нибудь задачей! Да! Но на самом деле не так уж и важно, учишься ты дома или в школе! Главное – делать это с интересом! Ну вот что! Хм! А в мой класс пойдете? Мне такие ученики нужны! А помогаторы дадите? Конечно! После экзамена! А фикси-борды? Хе-хе-хе! Это пожалуйста! Лифт! Хабус! Мася! Там это! Что там? Там Дим Димыч в цирк идет! Ух! И что? Мы хотим с ним! Можно? Исключено! Одни? Без взрослых? Ну как без взрослых? А родители Дим Димыча? Ну потихоньку! Они нас не заметят! Хм! Ну если там будут родители Дим Димыча… Ура! Разреши! Стойте! Я еще не сказала «да»! Да… Симка, Нолик… Вы где? Мы опаздываем! Дим Димыч! Поторопись! Я сейчас! Мы готовы! Давайте сюда лезьте! О! Сразу видно! Идем в цирк! Что это было? Кажется лифт сломался! Не волнуйтесь! Слушаю! Мы тут в лифте застряли! Поняла! Ждите! Лифт починят в течение полчаса! Так долго? Теперь мы точно в цирк опоздаем! Дим Димыч! Мы за папой за мамой! Они все исправят! Лифт нужен в больших домах, чтобы подниматься на верхние этажи! Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку, включается электромотор! Он тянет трос, на котором висит кабина лифта, и лифт едет на нужный этаж! На другой конец троса, перекинутого через колесо, обычно цепляют тяжелый груз – противовес! Он уравновешивает лифт и помогает электромотору делать его работу! В чем же причина? Кажется, тут что-то застряло! Так, вот и причина! Давайте скорее чинить! А то мы весь цирк пропустим! Ну, цирк мы и сами можем устроить! Внимание! Представление начинается! На арене цирка «Конатоходцы»! Ой! Не смотри вниз! Лучше я вообще никуда смотреть не буду! Выступают воздушные гимнасты! Это «Контоходцы»! Офигеть! Маскородцы! 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 Но не смотри на фильм «Контоходцы»! То есть, кто стахнет! Скородцы-кородцы! Ура! Да! Собственность! Постах нет! Постах нет! Скородцы-кородцы! Сила-си! Так, вот ротом зажала! Я знаю, что делать! Смертельный номер под куполом цирка! Матя, ты куда? К электромотору! Знаете ли вы, как нужно вести себя в лифте? Начнем с того, что маленькие дети не должны ездить в лифте одни! Только со взрослыми и только с теми, кого они знают! Первым в кабину лифта заходят взрослые, а потом ребенок! А выходить надо наоборот! Вначале ребенок, а потом взрослый! Если вы собираетесь ехать в лифте с собакой, убедитесь, что ее хвост или поводок не высовывается за дверь! И последнее! Если лифт по какой-то причине внезапно остановился, не пытайтесь выбраться из него самостоятельно! Нажмите на кнопку вызова диспетчера и ждите, когда вам помогут люди! Или фиксики! Я на месте! Включай! О, починили! Так быстро! Теперь успеем! Зря ты переживал! Стой! Тут высоко! Тим Тим Тимыч приезжал в цирк без нас! Не расстраивайся, Ноль! Наш цирк был не хуже! Правда, папа? Конечно! Спасибо! Это ты к кому? Как к кому? Тем, кто починил лифт! КОНСЕРВНАЯ БАНКА КОНСЕРВНАЯ БАНКА КОНСЕРВНАЯ БАНКА КОНСЕРВНАЯ БАНКА Привет, Дим Димыч! Нолика не видел? Не! А с кем тогда ты разговаривал? Я? Просто надпись читал! Куда же Нолик делся? КОНСЕРВНАЯ БАНКА КОНСЕРВНАЯ БАНКА Симка, а вот... Зачем консервы так закрывают, что их даже попробовать нельзя? Как зачем? В консервах самое главное что? Сгущёнка? Самое главное в консервах то, что еда в них долго не портится. Ведь от чего начинают гнить мясо или овощи? От того, что в них размножаются вредные микробы. Если этих микробов сначала удалить, а потом не подпускать к еде, то она будет храниться долго. Именно поэтому консервные банки плотно-плотно закрывают, чтобы внутрь вместе с воздухом не попали вредные микробы. Как говоришь, нолика здесь нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, и правда его тут нет. Хе-хе-хе-хе-хе! Кто это? Где? О-о-о! Ой, я вспомнил! У меня же ещё одна банка есть! Что-то здесь не так. Смотрите! Эту консерву мама ещё давно выкинула. А я припрятал. Вот и пригодилась. А ты кому сказал, смотрите, мне? Мне. Э-э-э-э... Ну и себе. Нас же здесь двое. Гляди, какая отличная банка. Да не отличная. Остань-ка её на пол. Видишь? Что? А, ну, кривая чуть-чуть. Чуть-чуть? Да она вздулась. А это значит, что внутри размножились вредные микробы и консервы испортились. Правда? Вот и проверь, на банке всегда пишут, какой у нее срок годности Даже консервы рано или поздно портятся А что уж говорить о йогурте или молоке Они могут испортиться всего за несколько дней Если вы что-то покупаете в магазине, обязательно посмотрите срок годности Это день, до которого еду нужно съесть, а после которого она может испортиться Срок годности обычно написан на упаковке или на банке Будьте внимательны, не покупайте и не ешьте продукты, срок годности которых истек А уж если банка вздулась, сразу ее выбрасывайте Будете из нее есть, вздуется живот Увы, если еда испортилась, починить ее невозможно То даже фиксики не помогут Срок годности кончился еще в прошлом году Значит, правильно маму эту банку выбросила Ах ты, подберушка, дядя Хрюшка И сам бы отравился, и папу бы отравил Да Остальные-то банки не вздулись? Да нет Ну пока Жаль, что я Нолика не нашла Ему папу схотел свой помогатор подарить Нет Ага, попался Я так и знала, что ты собираешься с Дим Димычем сбежать Вроде не честно А прятаться честно Дим Димыч, ты готов? Готов! 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 Дним Дим! Три, четыре Вот и стой на нем Файер, ходи Что это? Это мой фикситап Ой, у нас же урок в школе Бежим Отыграй Потом Как только фиксик начинает ходить в школу Ему выдают фикситап Это такой маленький компьютер Который может все Или почти все Учиться с фикситапом одно удовольствие Его можно читать как книжку Ее можно писать как в тетради Он позволяет слушать музыку Смотреть фильмы Находить дорогу Переговариваться И переписываться с друзьями А еще через фикситап Можно выйти не только в обычный интернет Но и в секретный интернет фиксиков И узнать новости из их мира В фикситапе даже есть игрушки Хотя, конечно, лучше бы их там не было А то уж больно они отвлекают от учебы Я знаю короткую дорогу Сюда! А теперь куда? Но я думаю Налево или направо Думай быстрее Не помню Так И что теперь? Вернемся назад Мы отсюда прилетели? Нет, отсюда! А по-моему отсюда Кажется заблудились Ой Только без паники Я просто ойкну без всякой паники Все из-за тебя Из-за твоей короткой дороги Как же мы отсюда выберемся Не знаю Но на урок мы точно опоздали Исса некоторых Я же не специально Теперь от дедуса попадет Что с тобой? Кажется я нашла выход Где? Здесь Я вспомнила У нас же тут есть навигатор Класс А что это такое? Навигатор Это такая электронная карта Которая помогает находить дорогу Навигатор умеет Определять место где ты находишься Например по сигналам со спутников А если ты еще введешь в него адрес места Куда ты хочешь попасть То навигатор проложит туда маршрут А потом он всю дорогу будет подсказывать тебе Куда нужно поворачивать Чтобы ты добрался до своей цели Так Сейчас мы здесь А куда нам надо? Как куда? В школу А где она? Не знаю что ли В лаборатории профессора Чудакова Тише вы Введите адрес Лаборатория профессора Чудакова Подождите Прокладываю маршрут О, проложил Ха-ха По навигатору нам Сюда А вы чего ждете? Со мной Если вы вдруг отклонитесь от маршрута То навигатор сам Вот и опоздавший Вы сегодня пропустили важный урок Мы заблудились Извините А мы между прочим Изучали навигатор Подумаешь Мы его на практике применяли Да Он нам помог найти дорогу Но раз так То вам повезло Двойки я не поставлю Но в следующий раз Не опаздывать А мы в следующий раз Не пойдем По короткой дороге Танцы Полдень Начинаем эксперимент Да что это пищит? О, профессор А мы танцуем А я занят И вы мне мешаете Давайте Выключайте Так Показатели в норме Танцы не могут мешать Минуточку Внимание Вы замечали Как руки и ноги Начинают двигаться Сами по себе Когда играет Знакомая мелодия Ага Мы хлопаем в ладоши Топаем ногами Качаем головой Это и есть танец Древние люди Верили, что пускаясь в пляс Можно отпугнуть злых духов Или изменить погоду Сейчас мы танцуем Просто для удовольствия Это не только весело Но еще и полезно Ведь танцы Тоже спорт Только под музыку Друзья Танцы Это ненаучно Понятно Просто Вы не умеете Танцевать А вот с этим Аргументом Я бы поспорил Танцующий Профессор Конечно Конечно Тери-ти-ти-ти-ри-ти Ары-ты-тарам-па-ри Ча-ра-чи-ча Фух Реакция пошла Осталась минута Главное не передержать Ну как? Без музыки Каждый может Ну хорошо Интересный стиль Коментарь Танцы бывают разные Их так много Что все не пересчитать Например В хороводе Держатся за руки И толпой ходят по кругу У каждого народа Свой хоровод Можно танцевать в паре Вальс Рок-н-ролл Ча-ча-ча Кто-то любит балет Кто-то хип-хоп А кто-то чечетку Ну а я неплохо танцую твист Крутим одной ногой Потом второй И сразу двумя Теперь пляшем вместе Компьютер 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 это круто Играл бы в компьютер Я целый день подряд Играл бы и ночью И вечером И утром Но мне не 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 разрешен Я советную идею Пронесу через года Наконец-то позже снею И налили я тогда Сейчас понет Компьютер Компьютер Смогу играть Компьютер 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 Хоть целый день подряд Компьютер Компьютер И вечером И утром И не 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 Запретят И не 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 Запретят И не 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 И не не Начинаем эксперимент Дубль 2 Довольны? Ну согласитесь Было весело О том, что вы видели Никому Евгений Евгеньевич Где вы научились Так танцевать? Лизонька Это вам показалось? Но Вы и так Кружились А это у меня Нога затекла Мы же ученые Какие танцы? Да, конечно Компьютер 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 Компьютер